Товарищи, здрасте! Я чё удумал? Ребята, если кто-то играет в фарминг-симулятор подольше, чем я, и вообще знает о мире, о модострое, о ассортименте предлагаемых модов чуть побольше, скажите, пожалуйста, ещё лучше дайте ссылочку на ресурс, на котором можно было бы скинуть отдельно триггер дома, как на карте, по-моему, Варваровка, если я не ошибаюсь. Там есть просто триггер дома, который ставишь в любом месте, и ты там спаунишься, и туда же идёшь спать. Мне бы очень хотелось разместить такой триггер возле одного из подъездов этих замечательных пятиэтажек. Вот прикиньте, это было бы true. Выходишь во двор, садишься в машину и чешешь на работу в хозяйство. Вот это было бы классно. Но, блин, где взять, где взять? Я интернет перерыл, ничего подобного не нашёл. Друзья, действительно прошу у вас помощи, если есть мысли по этому поводу. Хотелось бы, очень хотелось бы. Домов с триггерами есть до хрена, а вот именно самого триггера без всяких строений я чё-то, честно говоря, и не нашёл. Продолжаем вести к рассвету совхоз рассвет. Сегодня видео будет такого характера, грубо говоря, это будет ни хрена не делание. Почему? Да потому что у меня тут произошла маленькая техническая накладка, в результате которой обработка гербицидами, все два её этапа и этап разбрасывания минеральных удобрений по всходам. Ну, короче, моя чудесная, бракованная ещё с первого дня покупки видеокарта в конце записи последнего файла, вернее, всё записывалось одним файлом исходники, и в конце записи моя видеокарта повесила компьютер, и когда я его перезагрузил через кнопку на системнике, потому что по-другому никак, я обнаружил, что исходный файл получился битый, и бандикам его восстановить не смог, пыжился-пыжился, так ничего и не напыжил. К сожалению, этот этап обработки посевов оказался безвозвратно утрачен, поэтому сейчас мы немножечко покатаемся по карте, и я вам покажу то самое поле, которое я хочу купить следующим, 13-гектарное. Мы с вами прокатимся вдоль самого большого поля на карте совхоз Рассвет. Ну, насколько это возможно вдоль, потому что там дорога не через всю длину поля идёт. Потом посмотрим на две кучки, которые лежат у нас, предположительно, неподалёку от деревни, и прям рядышком с седьмым полем. Что это за кучки, я не знаю, вот мы это сегодня и выясним. Ну и, собственно, на этом всё. Будем ждать созревания, будем ждать уборку, и, в общем-то, поехали кататься. Вообще, ещё во время самой первой обзорной экскурсии по карте совхоз Рассвет, тогда, когда я тоже ездил на машине, показывал вам, что я купил, одно моё ещё на тот момент одно седьмое поле, я ещё тогда обещал, что мы прокатимся в городок. Вот, собственно говоря, мы это и сделали из города, мы выезжали. Вообще, чуваки, смотришь на все эти карты и понимаешь, что вот хочется даже где-то что-то доделать за самих модмейкеров, потому что... Нет, карты классные, но вот есть много таких деталей, которые ты бы сделал по-другому. Это касается как особенностей полей, их расположения, их ландшафтного устройства, их топографии. Ровно в такой же степени это касается и прилегающих территорий, там, где у нас дома, магазины, какая-то инфраструктура, потому что... Ну, вот лично у меня такие мысли, что я бы очень много усилий приложил, части доведения до реализма именно территории с застройкой, вот где двухэтажки с дворами, вот это вот всё, оно есть и оно проработано для фарминг-симулятора, ну, недурственно. Но можно бы дотянуть было ещё, вот можно было бы сделать лучше. А, это молокозавод, ладно. Просто, чтобы вы понимали, я тоже здесь впервые, вот при вас я буквально это всё делаю, я реально здесь не был. Вот, так о чём это я? И вот много таких моментов, которые ты смотришь и думаешь, блин, ну почему ты вот здесь вот не поставил детскую горку? Почему ты вот здесь не поставил, не спроектировал более такой вот натуральный дворик реалистичный? Ну, ведь это же было бы круто, вот. Прямо очень-очень хочется этого всего, и у меня уже не впервые возникают такие мысли, что я бы, наверное, освоил инструментарий для производства карт, и я даже скачивал этот инструментарий, и мы его с товарищем-агрономом смотрели, и чё-то как-то это всё желание резко пропало, честно говоря, потому что, ну, просто там, там, там тяжело. А тем временем по правую руку от нас проходит наше самое большое поле 30-ти гектарное, но чё-то оно тут как-то, едешь вдоль него, о, а тут, кстати, ещё и деревенька. Неплохо, неплохо. Я по дороге на молокозавод её даже как-то внимания на неё не обратил, но, тем не менее, видишь деревню? Нет, и я не вижу, а она есть. Вот оно, наше поле. Ну, как всегда, собственно говоря, можно было и не углубляться, потому что с дороги его лучше всего видно, и прям я его хочу, ребята, 30 гектар. Прикиньте, двухметровым плугом вспахивать. Это было бы очень-очень круто. Да, а если ещё и под картошку обрабатывать фрезой на скорости 3 километра в час? А-а-а-а, прямо. Я хочу это поле, я хочу его. Но оно стоит, по-моему, лям 200, если я не ошибаюсь. Это много. Это много, поэтому пока что обойдёмся. Сейчас мы поедем на то поле, которое я куплю сразу же после приобретения кормоуборочного комбайна. В смысле, не сразу после приобретения кормоуборочного комбайна, а сразу после приобретения кормоуборочного комбайна я начну копить на это поле, потому что денег-то не будет, а кредиты мы больше не берём, если вы помните. Поле это у нас имеет площадь 13 гектар, и это поле, оно будет, как понимаете, совместимо по площади с этими двумя моими текущими полями. То есть, когда я его куплю, размер моих пассивных площадей будет составлять ни много ни мало 27 гектар. Вот это уже о чем-то пойдет разговор. По мере того, как увеличиваются пассивные площади, увеличивается, значительно увеличивается и время от уборочной до уборочной. Это, кстати, очень заметно, особенно на фоне, допустим, маленьких карт Фельсбруна, когда у меня сезон проходил, буквально я только что поставил комбайн, вот его прочистил, протянул, продул и поставил на стоянку. Как его ты опять берешь, достаешь и все, ты все сделал, у тебя все выросло и ты такой, блин, ну зачем так, так же не бывает. А тут вот я и сейчас на своих 14 гектарах чувствую уже более-менее, что, ну, растет, растет это время. А, кстати, вот и картопля. 13 гектар картохи, ребят, это прикольно. Это true. Так вот, и действительно, я ощущал рост вот этого вот интервала между уборками. И сейчас я уже даже жду уборку. Я не помню уже, когда была последняя уборка. Это, черт побери, было довольно давно. И вот за это, конечно, модовским картам очень-очень большой респект. И сама уборочная уже представляет из себя не пару проходок по какому-нибудь сраному огородику, а уже действительно уборка. И это целая процедура. Процедура многоступенчатая. Процедура, требующая больших временных затрат. Процедура, которая, ну, конечно же, плюс мод на реалистичный расход топлива. Хотя он, опять-таки, не до конца реалистичный. Но, тем не менее, процедура, которая требует множества, вернее, не множества, а как минимум одну дозаправку техники. Потому что все-таки расход топлива увеличивается. Короче, чем больше пассивные площади, ребят, тем трушнее становится ваш фарминг. Более того, когда я... Мы недавно с товарищем агрономом ездили там по делам вдоль полей. И, понимаете, я, во-первых, я поймал себя на том, что когда я начал играть в фарминг-симулятор, я смотрю на поля абсолютно другими глазами. Я уже их как-то оцениваю. Ну, не то, что с позиции знающего человека, потому что я говорил, что человек, который поиграл в фарминг-симулятор, он все равно, выйдя в чистая полюшка, будет смотреть на это полюшка как барана Новые Ворота. Я от своих слов не отказываю. Но все равно ты уже смотришь на него каким-то, может быть, непрофессиональным, и даже не любительским, а каким-то абсолютно отстраненным, но хищным взглядом. Ты понимаешь, что это не просто поле, это не просто какая-то no-name территория, на которой что-то там растет. Вот как я смотрел на нее, когда не играл в фарминг-симулятор. А сейчас ты понимаешь, что это бабки. Это огромные, мать их, бабки. Даже вот это вот там гектар, 40-гектарное поле, оно может принести дохренища бабла. И тебе эта мысль так как-то... Сука, мне бы это полюшка. И это, черт побери, классно. Единственное, конечно, тут есть и своя порочность, потому что многие фермеры, которые приходят и думают, что поле тебе будет приносить только бабки, а приносить полю ничего не надо. Вот это большая ошибка всех начинающих фермеров. И, собственно говоря, смотря на это поле вот таким непрофессиональным взглядом, я совершал, наверное, ту же самую ошибку, потому что в глазах у меня и в мыслях были только те бабки, которые может принести это поле. А что нужно полю, я все равно представляю себе довольно смутно. Может быть, немного больше, чем любой другой обычный человек, но несопоставимо меньше, чем маломальски грамотный, ну, не специалист, а даже какой-нибудь механизатор, который кроме трактора, по сути, ничего и не видит. Но на всех приемах обработки почвы знает гораздо больше, чем я. Но, впрочем, пока я все вот это вот разглагольствовал, мы съездили под навес. Я тоже в том закутке никогда не был, и там у нас лежит, по-моему, известь. Мы сейчас возьмем вальтру с фронтальным погрузчиком, на котором зацеплен ковш, и мы посмотрим, что там лежит. А после этого мы с вальтрой съездим на поле, на седьмое поле, и посмотрим, что лежит, что за кучка лежит там. Я сколько сезонов, вот, буквально с начала, как я начал играть на этой карте, я езжу мимо этого поля, вернее, мимо этой кучки, и все, порываюсь взять ковш и съездить, посмотреть, что это за кучка, и все, у меня никак руки не доходят. Сегодня мы, наконец-то, это исправим. Итак, идем брать вальтру. Так, вот он, припаркован мой фронтальный погрузчик с ковшом. Вот здесь вальтра, нет, вот здесь вальтра. Да, вот он. Но, кстати, ЛТЗ, я вот скачал этот мод. ЛТЗ, господи, он не способен в рамках игры вообще ни на что, абсолютно. То есть, у меня маленький мой двухметровый плуг, но он под 150 сил, ЛТЗшка его не подтянет. Прицепы он таскать не может, потому что фаркоп у него расположен низко, он нерегулируемый. Прицепы все скособоченные к трактору, даже самый маленький. Ни один, конечно, инструмент для грубой обработки он не сможет потянуть. Че я его держу? Но, чуваки, рука не поднимается, продать его или удалить мод. Вот просто не поднимается рука. Я настолько, мне нравятся тракторы ЛТЗ, что я вам даже больше скажу, у меня рука не поднимается, его оставить для красоты где-нибудь на территории, допустим, главного, где наш административный корпус, вот там. А знаете, почему рука не поднимается? Потому что он же будет стоять на открытом воздухе, там дождь, снег и все такое. И че он будет? Пусть в боксе стоит. А в боксе тоже его никто не видит, он... Я его не вижу, вы его не видите. Такая красотулька стоит и во тьме пропадает. В общем, чуваки, ситуация просто швах. Итак, мы добрались до нашей кучки. Наверное, все-таки это известь, но мы сейчас проверим все-таки. Опускаем наш ковшик, и сейчас мы, наконец, увидим. Запасы чего мне оставил мододел. Да, это известь. И я вам скажу, это дохрена извести. А какого черта я покупаю известь, если у меня ее тут целая куча лежит? Вот она, известь халявная. Вот она, куча извести. Ребята, здоровенная куча извести. Есть над чем задуматься. Итак, ладно, дуем на седьмое поле, посмотрим, что за кучка лежит там. Понятия, честно говоря, не имею. Посмотрим. Итак, вот она наша кучка. Сейчас мы глянем, что это такое. Опытные игроки фарминг, конечно, уже и на вид определили, но я, честно говоря, не знаю, потому что я такими кучками ни разу не занимался, а это навоз это оказывается. Ёперный балет. Так у нас дохренища навоза, народ. А какого черта я тогда для первой обработки перед вспашкой покупаю минеральные удобрения? Так я засыплю к чертям собачьим все это навозом и распахаю. Вот как раз после кукурузы надо будет глубокорыхлителем, наверное, побить бодылки. А нет, глубокорыхлителем бить. Нет, знаете, как мы сделаем? Следующий сезон, когда будет свекла, после свеклы по-любому будет нужна вспашка отвальным плугом. И перед вспашкой я разбросаю навоз по полю и заделаю навоз отвальником. И это будет шикарно. В теории можно после подсолнечника разбить бодылки дискатора. Просто можно убить двух зайцев. Смотрите, во время пропашных можно сначала побить бодылки глубокорыхлителем кольчатым. Там здоровые огромные диски, они их побьют хорошо. Засыпать минеральными удобрениями и заделать дискатором. Дискаторы, диски маленькие, они более тонкие, они разрубят то, что не разрубил глубокорыхлитель. И вообще будет шикарно. Плюс бактерии удобрений, они их еще и сожрут быстрее. Но навоз нужно заделывать отвальным плугом. Навоз нужно переворачивать. Его надо в почву именно вносить, в саму почву, чтобы он не лежал сверху. А это после глубокорыхлителя идти отвальным плугом, ну это уже что-то совсем не то. Поэтому да, наверное, навоз мы будем разбрасывать после свеклы. И если куча извести, я вижу, что этой кучи хватит надолго, то с навозом я таких гарантий дать не могу при всем желании. Опять-таки, есть над чем задуматься. А тем временем, наш замечательный, ультра бесполезный рабочий день подходит к концу. Сейчас нам остается только припарковать обратно фронтальник с ковшом, припарковать обратно освеженную вальтру. И на сегодня, наверное, все, потому что следующий этап будет уборка. Все более-менее важное я невольно пропустил. И, ну, в следующем сезоне тогда расскажу более подробно. Все равно операции и приемы плюс-минус одни и те же. Ну, а пока что на этом все, друзья. Пишите, что думаете, ставьте, что хотите. И до новых, естественно, встреч!